Ну, в то же время, с одной стороны, неопределенность от прихода Трампа, с другой стороны, наши зрители, в том числе, не раз писали в комментариях о том, что сохранение, например, демократической администрации, вероятно, просто приведет к затягиванию этой войны, потому что, как мы видим, тот же Байден, он предоставляет оружие Украине для того, чтобы вести оборонительные действия, но не позволяет, например, отвоевывать территории, да, или наносить удары в глубь российской территории. Друзья, от чего вы ожидаете, кстати, от результата этих выборов? Оставьте ваши мысли в комментариях, будет интересно почитать. Мне вот, Кирилл, интересно, на кого ставит Кремль, да, потому что, ну, вот я посмотрел федеральные каналы, да, на беспомощности Байдена, на беспомощности Байдена там строится огромное количество тезисов, пропагандистских материалов и, в общем, шутки над его возрастом и так далее, но в то же время сказать, что как-то активно поддерживают Трампа, пропагандисты, тоже нельзя. То есть, тот же Путин недавно заявлял, да, ну, понятно, что это, наверное, скорее комплимент Трампу, он говорил, что для нас Байден более, как бы, ну, вот, ну, такой вариант, от которого мы знаем, что нам ожидать, потому что Трамп непонятно, как будет себя вести, а Байден, это вот, мы уже к нему привыкли, поэтому, в общем-то, мы не против того, чтобы вот он второй раз, значит, становился президентом. Мы же, как бы, помним все эти истории с мешательством, американские выборы и так далее, в этот раз, вот, как-то Россия, по моему ощущению, дистанцировалась от них. Как думаете, почему и на кого действительно делать ставку Кремль, как вы думаете? Ну, я думаю, что здесь логика очень простая, действительно, что поддержка, прямая поддержка Трампа в нынешних условиях – это минус для Трампа, это аргумент для тех, кто считает, что Трамп – это угроза и для Америки, и для всего остального мира. То есть, вспомните, когда первый раз Трамп избирался, там и Жириновский, и Шампанский открывал, какие-то празднества были с участием депутата в Госдуму, думаете, в этот раз такого не будет? Вот, когда он изберется, возможно, тоже кто-нибудь откроет Шампанское, может быть, даже это покажет по телевизору, но скоро узнаем, что называется. Ну, в общем, да, логика достаточно простая, нужно говорить, что Кремль не за Трампа, а для того, чтобы не давать аргумент демократам о том, что, в общем, вот тут как бы образуется такой странный антанта, такой странный союз между российскими пропагандистами и трампистами. Вот, наверное, с одной стороны, в Кремле действительно тоже могут не до конца доверять Трампу, потому что он непредсказуемый и хаотичный политик. Но, с другой стороны, мне кажется, довольно очевидно все же, да, несмотря на все это лукавство со стороны российских властей, мне кажется, очевидно, что именно приход Трампа, с их точки зрения, для них шанс. Шанс выйти чем-то из этой войны, что можно потом быть объявлено как победа. Я думаю, что, да, что у Путина ведь, ну, он же всегда хотел повторить Вторую мировую, и он, в общем, повторяет, как умеет. Да, и, по-моему, как раз, поскольку на Западе многие поняли, чем именно Путин занимается, что он такой зловещий реконструктор исторический, да, они максимально стараются дистанцироваться от участия в войне для того, чтобы действительно не превратить эту реконструкцию Второй мировой в Третью мировую, уже настоящую. Да, но реконструктор Путин, он из своих книжечек по истории, он знает, чем заканчиваются, чем заканчиваются большие войны. Победители собираются на конференции и делят мир. Вот, и мне кажется, что как раз приход Трампа Путину в теории, по крайней мере, да, гипотетически позволяет провести какое-то подобие мирной конференции, где, куда приедет Трамп, куда приедет председатель Си, вот, и они втроем там объявят что-нибудь о том, как теперь устроен мир и как все должны с этим считаться. Вот, мне кажется, план такой, и, в принципе, Кремлю, для Кремля это единственная возможность, очевидная возможность, по крайней мере, показать, что у них вообще все было по плану, но, что вот эту бессмысленную бойню, которую они затеяли, на самом деле в ней есть некое логическое завершение, вот, завершить можно таким саммитом. Интересный, интересный тезис, будем наблюдать за этим. Вот, на самом деле, слово «переговоры», оно в последнее время звучит чуть ли не с каждого утюга, но, на самом деле, да, я понимаю, журналисты некоторые вставляют это в свои заголовки, потому что боевые действия, возможно, уже не так привлекают внимание, как тема каких-то, особенно, закулисных переговоров, но о нем, о них, вернее, рассуждает абсолютно открыто Владимир Зеленский, выбирая форматы, он говорит о том, что на втором саммите мира должны быть представители России, даже в интервью американскому СМИ Филадельфия Эгвара он даже говорил о том, что, вероятно, если будет предоставлен четкий план, то Украина даже должна будет спросить у своих граждан, там, их мнение, то есть, ну, грубо говоря, там, читайте, провести какой-то референдум. Путин постоянно новые ультиматы мы выдвигает, да, вот Дмитрий Гордон публиковал данные украинской разведки о плане, который якобы министр внутренних дел Колокольца вывозил в Вашингтон, да, где более компромиссный вариант, чем тот, который Путин ультимативно проговорил с выводом украинских войск из четырех сразу областей, не считая Крыма в административных границах. И тут, на фоне всего этого, да, то есть, давайте садиться договариваться, вот какие-то мирные переговоры выскакивает, как сказал Александр Невзоров, бухая кукушка из спившихся часиков, медведев, и начинает кричать, что, да, Украину все равно мы завоюем, не важно, что мы там подпишем, значит, ее государственность надо ликвидировать, потому что рано или поздно, значит, у них реваншистские какие-то будут мысли, и, в общем, плевать на любые договоры, мы, значит, должны переть дальше. Вот мне всегда было интересно, и вот мои собеседники разные точки зрения высказывали, как вы считаете, вот эта позиция, который вот этот тезис громкий, который вот Медведев, да, вывалил на фоне всех этих разговоров про переговоры, это как бы, ну, позиция, которая как-то была согласована с Кремлем, или же это вот он вот сам решил так это прокомментировать, почему это сейчас прозвучало, как думаете? В случае с Медведевым мне представляется, что это человек, который ни за что не отвечает, не имеет никаких полномочий и используется Кремлем как, ну, в качестве шута, по большому счету, ну, то есть это такой новый Жириновский, если можно так сказать, да, то есть он представляет самого себя, и при этом он бывший президент формально, то есть к нему как-то все-таки прислушиваются, в том числе на Западе, вот, и для Путина это очень удобная соседство, то есть, вот, посмотрите, мы разумные люди, мы договороспособные люди, а вот если вам не нравится, как мы ведем наши переговоры, наши дела, посмотрите, вот есть Дмитрий Анатольевич, он же просто с белой пеной у рта, да, он совсем поехавший, если вам вот не нравятся, какие мы, то вот у нас есть еще Дмитрий Анатольевич в запасе. И я думаю, что Медведев не ходит согласовывать свою писанину в Кремль, а скорее ему ее не запрещают, он в течение длительного времени уже ее практикует, ну, и в Кремле на это смотрят и говорят, ну, пусть Дима пишет. Нам, в принципе, полезно, что у нас есть открытые сумасшедшие в нашей среде, на которых даже удивительно, но даже Путин, как бы, по крайней мере, по его риторике, ну, правда, по действиям, то есть, как бы, Медведев, в отличие от Путина, не совершал всех действий, которые он описывает, а Путин, он на словах, он у нас голубь, а при этом кровавый маньяк, да, и вот здесь, как бы, вот этого, вот этот придворный элемент в виде Медведева, он такой, ну, такой, такой веселенький, такой, да, значит, вот, посмотрите, можно быть, можно быть просто Медведевым, это еще даже хуже, возможно, получается. Мне кажется, знаете, что, на самом деле, гораздо более важная вещь, это не заявление Медведева на фоне мирных переговоров, ну, в смысле, на фоне того, как все вроде к ним стремятся, а Ахмаддед, вот, и, по-моему, по-моему, это вот абсолютно, это, это вещь, которая, вот мы все очень черствые, конечно, уже стали, и даже там с журналистской точки зрения писать про ежедневные обстрелы, здесь столько людей погибло, там столько людей погибло, невозможно, потому что уже, ну, как бы, никто и не обращает, внимание, как бы страшно это не звучало, на Ахмаддед все обратили внимание, конечно, я подумал, что это абсолютно вот террористическая логика, что это, это вот действительно логика такого, такого террориста, который говорит, мне нужно, чтобы вы выполнили мои требования, а иначе я буду вам по частям присылать, значит, тела, тела заложников. И вот если вот до вас не доходит, да, что вот на самом деле все, пора, пора мирные переговоры провести, то вот мы нанесем серию ударов по больницам детским, и вы поймете, что мы сможем так делать до бесконечности, до тех пор, пока вы не признаете, не согласитесь на наши условия. Вот такие мирные переговоры, да. И на этом фоне там еще может где-то под крылом, значит, Ту-22 еще висеть маленький, вонючий Дмитрий Анатольевич Медведев, вот, но, как бы, который в целом, как бы, конечно, ничего существенного из себя не представляет, и можно, вот на это, по большому счету, можно не обращать внимания, хотя вот когда, когда Медведев сказал, что, что все-таки мы сейчас, у нас сейчас будет перемирие, а потом нам придется всю, всю Украину захватить, он, безусловно, выражает настроение окружения Путина. Это достаточно серьезный тезис. Вопрос в том, когда потом это наступит, то есть сколько летом еще потребуется, чтобы попытаться зайти на третий заход. Атака по двум сразу больницам за один день в Украине, атака по трем городам, Киев, Кривой Рог, Днепр, произошла прямо перед саммитом Североатлантического альянса, и там Украина ждала не только усиления, ну, не только каких-то практических шагов в качестве поставок вооружения, хотя, конечно, и за это спасибо, хоть и не такое количество, как просила Украина, предоставили. Мы ждали политических решений, сейчас даже не о перспективе приглашения Украины для членства в НАТО, а хотя бы о зеленом свете на расширение диапазона вот этого радиуса, по которому, собственно говоря, Украина может наносить удары вглубь российской территории. Владимир Зеленский четко заявлял, что да, спасибо, то, что вы позволили уничтожать, например, те же реактивные системы залпового огня в приграничной зоне, там, рядом с Харьковской областью, действительно помогло остановить наступление россиян там на Севере, и мой родной Харьков, действительно, те, кто там сейчас остались, говорят, что обстрелов стало меньше. Однако, планирующие авиабомбы, да, самолеты, в общем, никак с ними бороться, кроме как другими самолетами, АФ-16 все еще не долетели почему-то до Украины, никак бороться с ними, кроме уничтожения их еще на территории аэродромов, мол, другого выхода у нас нет. Однако, на этот шаг не пошли, Байден еще и вышел с заявлением, мол, удары по Москве к Кремлю, это все, в общем, нецелесообразно, никому не нужно, сразу же цепную реакцию вызвал уже и Соединенного Королевства, прозвучали заявления, мол, и Storm Shadow тоже давайте не использовать вглубь России, и Шольц опять с Таурусами, мол, мы еще раз подчеркиваем, что Украина не может немецкое оружие использовать. В общем, как вы думаете, да, то есть неужели это все еще, ну, отработающий этот ядерный аргумент, или же тут сложнее ситуация вот с тем, чтобы позволить Украине, да, атаковать военные, подчеркиваю, объекты в уровне российской территории? Я думаю, что вот эта вся, вся эта конструкция с выборами в США, с неуверенностью в будущем НАТО, в том виде, в котором оно существовало, в неполной уверенности, по крайней мере, в каких-то негласных, видимо, переговорах американцев, в первую очередь, с российскими властями, которые в очередной раз заявили про некие красные линии. Давайте, наверное, нашим зрителям скажем, что за три недели уже дважды говорили министры обороны США и России после полуторалетней паузы. Ну да, но есть, по всей видимости, какие-то менее формальные консультации, про которых мы не знаем, в которых там разные структуры типа Саудовской Аравии играют роли, да, как бы в качестве посредников, мы так косвенно можем об этом судить. Так вот, все это вместе приводит, да, и, собственно говоря, и есть еще, есть еще ведь, наверное, ощущение у западных политиков, у западных экспертов, что Украина, даже если она сможет наносить удары по территории России, она, ну, она снизит, конечно, количество жертв тем самым на территории своей страны, и это важно и хорошо, но при этом Украина не завершит войну, то есть, как бы удары вглубь территории России не позволят Украине победить в войне, добиться какого-то существенного преимущества, то есть это, как бы ставка в этой логике, это ставка на пресловутую эскалацию риск без какого-то завершения, без эндгейма, да, без того, чтобы увидеть, чем все это кончится. И так же, как вот сейчас была инициатива Польши, которая предлагала, да, сбивать ракеты над Украиной своими силами, и, в общем, эта инициатива была заблокирована, эта политическая идея была заблокирована, это позиция Запада, которой, мне кажется, аналитики которого рассматривают возможность расширения войны на третьи страны, как вполне реально, ну, а, собственно говоря, если у вас есть прямое столкновение ядерного альянса НАТО с ядерной Россией, то, наверное, и ядерная война тоже не является невозможной. И перед нами вот такой невероятно обидный, на самом деле, прагматизм, доходящий до цинизма, когда все все понимают и говорят, ребята, вы знаете, вот мы очень сочувствуем судьбе Украины, но мы ничего не можем сделать, мы даем вам максимум того, что мы можем дать в данный момент времени, для того, чтобы не привести войну на свою территорию. Я вижу в этом вот эту позицию, и здесь, на самом деле, еще демократические правительства, они понимают, что если их оппоненты, их критики внутри стран смогут их обвинить в том, что они спровоцировали войну с Россией, то эти правительства не устоят. То есть в случае с Украиной это было, там, в 22-м году это была отечественная война, да, это внезапное нападение, консолидация общества вокруг Зеленского, в первую очередь, и вокруг армии. Если в войну будет втянуты третьи страны, то у них этой консолидации не произойдет, у них, наоборот, будет более глубокий раскол между теми политиками, которые как бы за это несут ответственность, хотя в действительности Путин, конечно, несет ответственность в первую очередь за эти события, их критиками и той частью электората, которые говорили, всегда говорили, как немцы, к сожалению, пишут на заборах у себя до сих пор, что это не наша война. Вот. Это все вот вместе заставляет западные демократии быть, я бы сказал, стыдливо осторожными. Некоторые мои собеседники говорят о том, что кто бы не пришел к власти в России вот сейчас, в данный момент, вместо Путина, это все равно будет лучше, чем то, что есть сейчас. Какой бы это ни был людоед, значит, у него будут другие проблемы, он должен будет перестраивать вертикаль власти, он должен будет как-то обеспечить собственную безопасность, и вот боевые действия наверняка закончатся, потому что, вот вы помните же, война во Вьетнаме, в общем, Сталин умер, через месяц боевые действия были окончены. Вот. Недавно руководитель главного управления разведки Буданов заявил, что на Путина уже были покушения за время большой войны полномасштабной. И, ну, как бы, судя по его словам, так как он сказал, что вот Путин перестал быть компромиссной фигурой для российских элит, ну, можно сделать вывод, что он говорил о покушениях, которые сходили не со стороны там западных разведок, не украинских сил обороны, а вот кого-то, кому Путин, вероятно, сейчас еще не боится жать руку, условно, либо финансовые какие-то группы, либо силовые кланы. Тут, наверное, вопрос давайте разделим. Первое. Есть ли сейчас основания говорить о том, что действительно есть какие-то группы, которые могут пойти на такой шаг, как силовое отстранение от власти Путина, и будет ли это означать окончание боевых действий в стопроцентной гарантии? Давайте со второго начнем. Мне кажется, действительно, что практически любое правительство, любой лидер, который приходит после Путина, это шанс, и это лучше для нас всех, и для Украины в первую очередь, потому что действительно часто так бывало в Корейской войне, в случае со Сталином и во многих других случаях, когда следующий людоед, он вынужден заниматься какой-то расчисткой того места, которое было создано для него, его предшественникам. Ему нужно показать, что вот он не такой, а какой-то другой. И опять же, если не брать в качестве такого сценария реального, что следующий людоед просто начнет ядерную войну или попытается это сделать, то на самом деле у него не так много вариантов для действий, он должен либо наращивать интенсивность военных действий, либо их снижать. И похоже, что ресурсов на наращивание военной интенсивности на самом деле нет, не считая ядер, оружие. А это означает, что в конечном итоге все-таки шаги к какой-то нормализации должны быть сделаны. С этим тезисом я согласен. Что касается групп, я думаю, что если бы мы знали о существовании этих групп, этих групп бы не было. Я готов допустить, что среди путинского окружения остались люди, ну не то чтобы там, не знаю, какие-то совестливые, но которые так посчитали свои шансы на выживание и на какое-то нормальное будущее для своих семей, что так же, как и в окружении Гитлера в 40-е годы, да, они считают, что действительно, что проще избавиться от этого человека, чем дальше терпеть любые его политические решения. Мне про эти группы ничего не известно по именам и фамилиям, но и как бы тут можно сделать вывод, что либо их нету, либо все действительно объединились вокруг фюрера, либо что они достаточно хорошо скрываются, на что, конечно, можно надеяться. Опять же, ну, Путин все-таки не юный уже человек, к счастью, да, хотя вот, хотя, скажем, американские выборы, они еще более, еще более такие старшего возраста. Вот, медицина, к сожалению, хорошая у российского, российского диктатора, и видно еще в контексте вот этих, вот этих слухов про покушение, видно, что Путин, конечно, очень сильно беспокоится по поводу возможных покушений, начиная, да, там, от собственной воды и еды, и заканчивая системами ПВО, которые развертываются вокруг его резиденций. Со всех сторон он должен быть прикрыт, и в это вкладываются очень большие деньги. Так делает человек, который понимает, что ему есть что бояться. Поэтому Путин косвенно подтверждает слова Буданова о том, что покушения могли быть реальными.